В Краснодарском выставочном центре «Экспоград-Юг» 6 октября начала работу 6-я агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка-2016». Ежегодно это событие привлекает сотни тысяч жителей Краснодара и гостей города из различных регионов России. Посетили Кубанскую ярмарку и мы. На Кубанской ярмарке с 9 часов утра открыли двери три павильона, в которых можно посмотреть, потрогать и попробовать самую разнообразную продукцию. Здесь работают 11 тематических зон. В Краснодарском выставочном центре было многолюдно задолго до официального открытия. В тематических павильонах растеневоды, животноводы, рыбоводы, садоводы и виноградари производители и переработчики из разных уголков края хлопотали у своих стендов. Свою продукцию на ярмарке представили около тысячи фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств из муниципалитета в Кубани, включая Славянский район. Кубанская ярмарка – это не только смотр достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства и производства продовольственных товаров, а также школа для краевых оградьев и прямой обмен опытом. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а также председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов и заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко. Кубанская – значит лучшее. А самое главное – народ и жители не только края страны, они ищут и готовы покупать на свой стол, ежедневный стол, кубанские фрукты, овощи, мясо, молоко. И, конечно, мы можем говорить сегодня о празднике. Конечно, праздник есть, потому что урожай – это рекордный. Но эти рекордные урожаи нужно продать, нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и законсобрания нашего – сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать. На выставке было всё – от овощей и фруктов до сельхозтехники и научных проектов кубанских учёных. Но больше всего, конечно, продуктов питания. Причём гости выставки имели возможность не только ознакомиться с выставляемой продукцией, но и продегустировать её, приобрести прямо на месте в выставочном павильоне. Практически каждый из 44 районов края на ярмарке представил то, что производят свои, местные аграрии. Саженцы плодово-ягодных культур, молоко и сыр, мясо и колбасы, мёд, чай, десерты, рыбу копчёную и солёную. Отдельного внимания заслужили бассейны с живой рыбой. СПК «Рыбка» Хольшопорейский находится на рынке прудового рыбоводства более 50 лет. Это полносистемное хозяйство. Мы занимаемся выращиванием от личинки до готовой продукции. У нас свой имеется инкубационный цех. Тысяча гектаров прудовых площадей, 1200 гектаров земель, сельскохозяйственного назначения, где мы выращиваем зерновые культуры. Из них 880 гектаров пашни. Действительно впечатлил сектор с рыбой. Он определённо был самый ароматный и аппетитный. Мясные стенды ломились от свежего и приготовленного мяса. Одним словом, рай для гурманов. Садоводы Кубани также удивляли разнообразием фруктов и овощей. Среди них наш земляк Николай Коробской. Он вместе с супругой не пропустил ни одной ярмарки. Пользуя для себя от участия отмечают каждый раз. На ярмарке здесь много встречаемся уже давно. Как раз делимся опытом. Спрашиваем, какой результат у кого. Уже оно нарабатывается и многое узнаёшь. Даже вот я по клубнике, у меня небольшие объёмы. У некоторых больше. Но советуются, потому что я больше занимаюсь. Некоторые, они не знают, как удивились, как её обрабатывать. Я сказал, они записали. Хотя у них большие объёмы. Но меньше они зарабатываются. Мы стараемся другого открыто сказать. Славинский виноградарь Сергей Санников рассказал нашей съёмочной группе об особенностях различных сортов винограда. Есть Славинская коллекция. В Петровской есть товарный виноградник. И сейчас третий на хуторе Семисводном тоже заложил 200 кустов. Выращивают столовые сорта. Немножко есть и винные. Выставка даёт возможность фермерам и представителям личных подсобных хозяйств обменяться опытом, что важно для их дальнейшего роста. По итогам трёх выставочных дней сразу два славинских предприятия были удостоены медалей кубанской ярмарки. Золото и грант достались рыбколхозу в Шапариевске. Серебро присудили индивидуальному предпринимателю Игорю Бернгарту. Славинским хозяйством и сельхозпредприятиям есть что показать и чем гордиться. Кубанская ярмарка это в очередной раз подтвердила. Дина Кабачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».